МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина региона» у студии Кристина Кранкевич. Добрый день! И в этом выпуске глядите. Удвая больше за среднюю роджайность ПАВ области. Небывало у роджай РАПСУ у господарках Кировского и Бабруйского районов. С первого дня частка моста по улице Чалюскенцев у Могилеве будет перекрыта в связи с ремонтными работами. Рух организуют по одной полове моста. Грани реальности. Тры мостака, три погляда. Представлены у выставочной зали на Болдина. Господарки в области приступили до обмалоту колосовых. Тым часом многие сельгазпродприемства завершают уборку азимага РАПСУ. У Вогулі гэтую алейную культуру сабрали на полове пасейных площав. Середняя роджайность ПАВ области – до 19 центнеров з гектара. А вот у сельгазпродприемстве РАСВЕТЫ Мя Орловского, Кировского района и около гаці гигант Бабруйского кажуть про небывалы роджай РАПСУ. У открытым акционерным товарыстве РАСВЕТЫ Мя Орловского селета ставку зарабили на азимы РАПС. И культура уродила, як не коли – 43 центнера з гектара. Личже удвоя больше за середнюю урожайность ПАВ области. – Вообще хороший урожай РАПСУ в этом году. Погода повелела, наверное. Агрономы поработали. Хороший РАПС. – Сейчас цены на РАПС высокие. Где-то 730 рублей без НДС. Если мы должны получить около 20 миллиардов старыми деньгами прибыли. Хорошие деньги. В прошлом году у нас не была азима РАПС, а был яровой. Ну, яровой, конечно, дает меньшую урожайность. У нас в среднем урожайность в прошлом году яровой было 15 центнеров. – А тут 40. – А здесь 40. Держзаказ по РАПСе выконали, кажется, у господарцы. Остатние зерни продают заводу на аллее. – Будем закупать материально-технические средства для окончания уборки и для посевной кампании. За РАПС рассчитывается сразу, но мы часть РАПСа будем оставлять для того, чтобы обеспечить животноводов крупно-рогатый скот белком. Поэтому часть уйдет на приобретение белка для крыс. Но рассчитывается неплохо. Небывалый селеда урожай Азима ГАРАПСу и у Калгаси гигант в Абрусках района до 53 центнеров с гектара. А тут арейную культуру выросшивают миновито на насенне. В сегодняшний день мы начинаем чистить РАПС и готовить семена для реализации другим хозяйством области, района, в республике. И хорошо было, если бы нам разрешили и зарубеж продавать. Сегодня люди с Казахстана просят РАПС, с России. То задание, которое нам обл. сельхозпрос доводит, мы его выполним с лихвой. Сельгаз-продприемство «Гигант» Бабруска района будуе свой комбикормовый завод, а еще плануе выраблять аллеи. Тому на лето будет увеличивать площадь этой стратегичной для Беларуси культуры. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона. У Климовицким районе потанул 40-годовый мужчина. Трагедия отбылась на раце СОЖ недалека от везки Борисовича. Як рассказывают святки, двух дятей, один из яких был на надиманном крузе, другий трымался за яго, понесла плынь. Двое мужчин кинулись им до помогу. Дятей удалось вырабатывать, а вот выбраться с воды один из мужчин так и не смог. По информации вратовальников, малые плавали под наглядом старейших дятей. На березе были и батьки. Дарослые кажут, что отлучились только на некольких хвилин, поколь парковали автомобили. У гэты моменты отбылась трагедия. Вядома, что мужчина, який потанул, был свояком одному з дятей. Новая дорога в Бобруйске у Худка допоможет закольцевать в улицу Днепровской флотилии с проспектом будовников и так званым 7-м микрорайоном. Только за полторы годы тут увяли устрою 5 дому. Специалисты института проектовали дорогу с уликом пропускной махчимости для автовладальников, которые уже живут в новобудовлях и тех, кто будет тут жить в перспективе. По словам специалистов, будовництво в улице Днепровская флотилия практически завершено. 1200 метров Днепровской флотилии, также в бетонном исполнении, с пешеходными связями, с светофорным регулированием. То есть там вначале монтируются светофоры, будет обозначена безопасность движения. А у Могилёве протягивается рамонт моста. У спершего жнивня будовники приступят до рамонтных работ на мосте по улице Чалюскінцев, каля Могилёвского рынка. У соведі с гэтым з нуля година вторка рух по правой полове моста у напрямку до центру города по улице Чалюскінцев буде перекрыты. У Могилёвским гарвыконками поведомляють, с первого жнивня 2017 года на час проведения рамонтных работ рух транспорту праз гэтым мост буде життявляться по одной полове з организацией проезда у двух напрямках. У суботу, 29 ліпеня, жахары в області змогуть традиційно звернуться с пытаннями до працтуніку улады. У Могилёве і Бабруйску, а так само во усіх райвыконкамах Могилёвщины пройдуть промыя телефонная лінія. Наприклад, у Могилёвским аблвыконками у гэтый раз вы можете задать свои пытання по контролі за выконаннім документа у тип по работе со зворотами громадян і юридычных особ. Телефанованні будзе прымать і отказывать на їх керавнік справами Рыгор Воронін. Гарача лінія будзе праціваць з 9 до 12 годин. Нумар телефона у Могилёве 50 18 69. У той же часу Могилёвским гарвыконками разабрацца з вашими пытаннями да поможе керавнік справами Сергей Шенкарэнка. Нумар телефона для Сувізі 42 21 02. А у Бабруйску телефанованні з вашими заувагами будзе прымать керавнік справами Людміла Пагуда. Єе нумар телефона у Бабруйску 76 21 41. Восім школ з новага навучальнага гуды ў Могилёвскай в області будзе зачыніны, яшчы 12 реорганізаваны. Як поведаміли ў обласным управління адукацій, закрытё установ абумовліна неэффіктывным іх выкарастаннім. Гэта оттычыцца сельскіх школ, дзе навучаецца вельмі малая колькаць вучняв. Школьнікі ў такім выпадку будзе займацца ў ближайших установах адукацій свайго района. Для гэтага дзятзей будзуть падвоззіць ў сусідні школы. Зараз ў регіоні выкарастоваюцца 231 школьна аутобус ў Бягучым годзі. Гэты парк плануюцца аднавіць на 18 адзінак. Сучасны авангарты і класічны пейзаж. Выстава падназва і грані реальності ладзіцца гэтымі днямі ў обласным центры. Свае работы прадставілі тры мастака з Могилёва і Мінску. У кожныга свая манера письма з тылі жанр. Але праз гэты асабістыя якості майстры паказываюць адзіну реальнасць. Такую, якую бачыць самі што дня. Володимир Макаров, Михаїл Максимов, Дмитрий Пуховський – однокурсніки, колеги і добрі сябрі. Міновіта у атмосфері профісійних сябрівства розпочалася в виставах грані реальності. Простірцять год після вучоби мастаки собрали свої твори у одну експозицію. Єсь такой скрытый подтекст, когда в мире всё стремится к разрушению, разъединению. Мы такие разные всё-таки сделали выставку, для того, чтобы показать, что разное должно быть едино. Мир многогранен. Пейзажи родных мясцин Пуховського, абстракция Максимова і авангардные работы з элементами декоративно-прикладного мастацтва Макарова – гэты адзіна реальнасць. Кожен, хто прийшов познайомиться з експозицією, ме умагчимось разважать, уявляти, яку із її гранів писав мастак. Тут якісь такі теми, які проходять через все, человечество, багато раз. Між тим така в іставах – це саправдна падія для культурного життя города. Я радуюсь, що в Могилёв прийшов авангард. Наконец-то починаємо розуміти на фоні пейзажа, матюрморта. Я думаю, що це все так строїться на інтуїтивному такому чустві. Ну, як кажуть, зацепило за душу, легло на душу или нет. І все. Пройдет какое-то время, і тогда, наверное, буде понятно, що чоловіку це дало, или так прошло і ушло. Пройсти і пофілософствувати на тему шматгранной реальності можна до 6-го жнівня у висовушну залу по вулиці Болдіна у Могилёве. Катярина Градніцкая, Алена Салауєва, Віталія Лексеєнка, Новини Регіона. У парку, каля історичного будинка Беларуська і Сільгас Академія у Горках, живуть ваверки. Тут їх каля 20-ти подлічили студенты і викладчики на учальні установи. Ваверки не редко показываються прохожим. Пашанцевала і наша із дымочной групя. Прапануєм і вам поглядеть на гэтых рыжих свавольниц у нашій рубрицы на власне овочі. Усе новини про життё Могилівської в області на нашім сайте Тавар Могилів, Кропка, Бай. А я з вами развитываюся. До зустрічу в ефірі. Тавар Могилів Тавар Могилів